Приветствую вас! Ответ на ваш вопрос находится в вашем же тексте, где вы пишете о том, что чувствуете себя одинокой, что у вас нет собруг, нет друзей, вот, и хочется рядом родную душу. Вот именно желание родной души рядом, потому что вам одиноко и обуславливает ваши потребности в нами, вот, то есть вам, как-то вот, нехорошо самой с собой, вам некомфортно самой с собой, вот, как-то не по душе, может быть, вам самой с собой, а и в целом вы, судя по тому, что пишете, достаточно сильно ориентированы на семью, вот, а не на себя. Вот, и вот именно такая какая-то некая семейная направленность ваше, она как раз таки и обуславливает то, что вы пишете, вот. Словно говоря, условно говоря, чего-то вы в себе не принимаете, что-то вы в себе не принимаете, что-то вы в себе не можете принять, вот, что-то вас Возможно, беспокоит, что-то, возможно, тревожит, что-то вызывает негативные переживания, и в итоге вы нуждаете в своей маме. Тут, в принципе, можно было бы, ну, вполне себе, поисследовать, в чём именно вы нуждаетесь в своей маме, да, и почему, как проявляется нуждаемость, ваша нуждаемость в ней. Из чего она, например, эта нуждаемость вытекает, из чего, например, эта нуждаемость образовывается, вот. Вот. Но формально вы от мамы не отделились эмоционально, то есть вы, вот, не чувствуете себя самодостаточной, не чувствуете себя самостоятельной. Вот. То есть вот потребности в родной душе рядом следует поисследовать. Там и что, ну, что вам мешает завести новых друзей на новом месте. Развиваться, заниматься чем-то интересным для вас. Вот. Но ничего этого вы не делаете. И, соответственно, возникает вопрос. Как вы к себе относитесь? Как вы себя воспринимаете? И насколько вы цените себя? Насколько вы, вот, именно, воспринимаете себя как ценность? Да? Вот. Понятно, что, может быть, у вас определённые эмоциональные устои, ой, определённые эмоциональные устои есть, да? Что, вот, вы жили в Армении, соответственно, может быть, момент здесь в том, что привыкли, эм, как-то вот, полагаться на семью, эм, и вы мечтаете о самом главном, и, соответственно, сейчас переживаете такой диссонанс. Вот. Ну, если это так, опять же, то тут с этим нужно работать, нужно исследовать. Вот. По-другому боюсь будет сложно. Ва-вам. Ну, а маму? Маму, вы, не переделаете. То есть, у вас не получится маму переделать, не получится её, как-то, изменить. А, не получится заставить её через силу, лучше к вам относиться, например, если она этого не хочет. И, соответственно, вот так. Есть ещё один важный момент, на мой взгляд, который заключается в том, как вы воспринимаете тот факт, что мама к вам не приезжает, вас это задевает, вам это неприятно, вас это обижает. Это тоже нужно разобрать, вашу реакцию. Потому что, переживая её, снова и снова, вы не можете общаться именно со своей мамой, взаимодействовать с ней, именно как с человеком. Ну, вот. Что касается же не её самой мамы, то она может не приезжать, ну, в частности, потому что, одна она, ведь, привыкла, более-менее. Приехав, приехав к вам, она, боится, что, привязываться к этому, а потом, тяжело ей будет возвращаться. Вот. Тут некое такое вот, нежелание выходить из, привычной модели, 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 поведения, эээ, своей. Ну, вряд ли. И её можно, за это винить, если она не хочет. Вот. Примерно. Так. Я думаю, можно ответить вам, на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что, вам это было, полезно. Вот. Желаю вам, всего самого доброго, и удачи. Редактор субтитров, прошу вас дальше. Удачи. Продолжение следует...